Здравствуйте на государственном телеканале Западной Армении. Очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В памяти Мисака Манушяна. Международный трибунал покоренным народом. Россия усиливает свое военное присутствие в Сирии. Реутерс. В ванне ученые нашли разрывы земной коры. Сегодня день рождения Васгена Саркисяна. Армянский кампор. 23 февраля Басам Тахан, член парламента Западной Армении, принял участие в памятной церемонии, посвященной французскому бойцу сопротивления Мисаку Манушяна и его 22-м сторонникам. На этой церемонии в память о славных войнах, наряду со многими французскими и армянскими участниками, господин Басам Тахан представлял парламент Западной Армении. Вечная память отважным сыновьям Родины. Доклад Глобального секретариата Компетентного органа коренных народов ГИБК от имени Международного трибунала по коренным народам ИПИК, опубликован 18 февраля 2020 года. Выпуск 19а. Решение ИПИК 2020. Издается на английском, испанском и французском языках. А секретариата Глобального органа по делам коренных народов от имени Международного трибунала по коренным народам. 27 февраля 2020 года. Выпуск 25а. Решение ИПИК 2020 года против Ирландии. Международный трибунал по коренным народам постановил по вопросу Ирландии 2020-0005. ИСЦИ. Глобальная платформа для обеспечения эффективных средств, правовой защиты, компенсации и мер по реабилитации против исторической и современной несправедливости, совершенной в отношении коренных народов. Представлено в 1. Коллективном правительстве коренных жителей Иуанало, Сент-Люсия. 2. И во всех бывших колониях Кайосиала, Карибского бассейна и от имени коренных народов оккупированных территорий. Обвиняемый президент, премьер-министр правительства и его органы, учреждения и народ Ирландии. Компенсация за историческую несправедливость – триллиона евро. 2. Основной зоны нарушения – 26. Количество нарушений – несколько. Характер нарушений – чрезвычайно серьезный. Длительность нарушений – 310 лет. От секретариата Глобального органа по делам коренных народов от имени Международного трибунала по коренным народам. 24 февраля 2020 года. Выпуск 22А. Решение ИПИК-2020 против Дании. Международный трибунал по коренным народам постановил по вопросу Дании 2020-0002. ИСЦИ. Глобальная платформа для обеспечения эффективных средств правовой защиты, компенсации и мер по реабилитации противоисторической и современной несправедливости, совершенной в отношении коренных народов, представленного в 1. Коллективном правительстве коренных жителей Ионало, Сент-Люсиа и во всех бывших колониях Каосиала, Карибского бассейна от имени коренных народов оккупированных территорий. Обвиняемый премьер-министр правительства, его органы, учреждения и народ Дании. Компенсация за историческую несправедливость – 122,4 млрд евро. Основная зона нарушения – 11. Количество нарушений – несколько. Характер нарушений – чрезвычайно серьезный. Длительность нарушения – 256 лет. Председатель международного трибунала по коренным народам Альберт Детервиль. Россия в Сирии поспешно наращивает свои военные группировки перед переговорами президент Российской Федерации и Турции Владимира Путина и Раджеп Тайп Эрдоган. Об этом пишет Реатурс. Встреча сторон состоялась сегодня, 5 марта в четверг, в Москве после того, как в сирийской провинции Длиб обострилась ситуация. С одной стороны, войска президента Сирии Башара Асада и российская армия, которая его действия поддерживает, а с другой – турецкие войска. Как передает агентство Реатурс, анализируя данные движения судов в районе пролива Босфор, а также данные авиационной статистики, Россия наращивает морские и воздушные поставки в Сирию с 28 февраля. Доктор Мустафа Токер заявил, что сейсмологические методы в Ване выявили разлом земной коры, которые не оставляют никаких пробелов на поверхности Земли, они несут большой риск. Токер отметил, что землетрясение в 2011 году магнитудой 7,2 в Ване вызвано этими разломами. По словам экспертов, в Западной Армении происходят одни из самых известных разрывов коры в мире, наиболее известный из них – разлом Чилдрана. Со временем землетрясения в Ване в 2011 году в Чилдране не было никаких землетрясений, и сейчас этот участок в спокойном состоянии. Если этот разлом продвинется, вызовет сильное землетрясение. Сегодня день рождения героя Арцаха, национального героя Армении и видного военно-политического деятеля Вазгена Саркисяна. Ему бы исполнился 61 год. Освободительная война в Арцахе существенно обусловила дальнейшую судьбу Вазгена Саркисяна. С первых дней движения он был одним из первых борцов за свободу, как один из первых организаторов арцахской освободительной борьбы. Вазген Саркисян стоит у истоков формирования армянской армии. Вазген Саркисян за свою героическую и политическую деятельность получил множество наград и искреннюю любовь со гражданами. Удостоен медалью «Золотой орел» как герой Арцаха. 27 октября 1999 года премьер-министр Республики Армения Вазген Саркисян был предательски убит в Национальном собрании Республики Армения с несколькими политическими лидерами Армении. В декабре 1999 года был посмертно награжден званием Национальный герой Армении, награжден медалью «Родина», похоронен на военном пантеоне Ярабудур. Армянский серый или гампор местная порода, которая проживает в Западной Армении более 22 веков. Из-за разнообразия изоляции, климатических условий, а также спонтанного склеивания гампор отличается от других пород своим внешним видом и характером. В Западной Армении есть много свидетельств того, что порода является древней. Самыми богатыми свидетелями появления и развития армянского гампора являются наскальные рисунки и поражают обилие собак на этих рисунках. В первом тысячелетии до н.э. чаще всего изображены собаки, подобные современному гампору. Военные и политические потрясения в истории Западной Армении на протяжении веков влияли на количество и частоту армянского гампора. Частые войны в Османской империи привели не только к большим потерям численности населения и значительных территорий, но и к упадку типа гампор. Полную статью вы можете прочитать на нашем сайте. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Верадарц Амшани Шарк Лорик. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!